мальчики девочки дамы и господа наша парфюмерная дружина сегодня у нас манталь кабул уд ох уж неоднозначный аромат ох уж юникорн как сказали бы американцы действительно такой аромат приз сколько о нем кривотолков и прямо толков и никто правды на сто процентов походу не знает перед тем как что-то там обзирать вдаваться в детали я скажу что этот аромат безумно мне нравится самого первого как я его нанес на на для затеста на себя в разноски в шлейфе шикарнейший аромат пахнет дорого пахнет нишева никакой дешевизны дешевизны не вылазит ни в базе нигде ни при какой погоде ни при каких обстоятельствах разнашивал я его извините за тавтологию обстоятельно и кто бы что не говорил аромат шикарный все при нем все на месте и стойкости шлейф кстати тоже сам флакон я покажу сейчас хочу мешочек предъявить вы знаете что все мешочки я храню на дне вот там чтобы они не мешались мне посмотрите какая внутренняя кстати коробочка интересная с отверстиями не знаю зачем они здесь но они есть мешочек совершенно великолепного качества он а-ля бархат с моих рук несчастных они прям короче кошмар а шметки могут везде оставаться витаминки не по-моему не могли ребят короче бархат вот не передаст камера качество это нужно щупать он плотный и он дико качественный знаете даже не бархат а искусственная замша у другого манталь почему другого вы поймете чуть позже единственный вот насколько я знаю бархатный мешочек а-ля бархатный ну искусственного такого да это blue amber он мне есть аромат этот но там действительно вот такой ворсистый прям ворс как у бархата здесь же больше именно замша великолепнейший я даже наверное его прятать назад не буду буду в нем хранить аромат как исключение вот такая вот клипса которая как вы знаете да у мантали надевается под пульверизатор чтобы не чем надеть не могу чтобы не сейчас я надену все все надену чтобы короче не слетала вот это вот вот это вот в дороге там или где вернее не чтобы не слетала чтобы не нажималась вот значит этот аромат многие считают подделкой почему потому что он очень мало где доступен для начала да но раньше с доступностью было лучше сейчас многие пытались писать представительство манталь и спрашивать а где можно купить ваш замечательный кабл ут потому что про сам аромат слагают легенды особенно на западноязычных ресурсах будь то фрагрантика или бейс ноутс на немецких тоже арома да да если не ошибаюсь поправьте меня отличный ресурс жаль что я не знаю немецкого вот на что им в мантале отвечают у нас такого аромата нет это подделка и тут ребята стали копать да что уж там не пришлось далеко лезть выяснилось что часть ароматов под названием манталь производятся бывшим партнером пьера собственно манталь до определенного времени они были вместе у них была единая марка манталь а потом они что-то не поделили и весь бизнес связанный с интернациональной ну то есть с продажами на территории всего мира отошел пьеру манталю а его партнера очень сильно как бы ограничили во всем и у него право продавать свои ароматы под маркой манталь только на территории то ли оаэ одной страны то ли вот просто восточные которые рядышком страны да я не знаю но точно не в европе и не не в россии не в америке понимаете да и соответственно отсюда вот эти слухи отсюда естественно официальный манталь там где пьер руководит естественно не скажу что у нас такого аромата нет это подделка что хочу сказать данные ароматы под ну выпущенные под крылом скажем бывшего партнера да пьера манталя они отличаются визуально сейчас я кстати принесу для сравнения вам манталь который пьеровский и покажу в чем отличие вот смотрите вот это пьеровский аромат если можем так выразиться вот это его партнера посмотрите на коробочки для начала мы заметим что логотип сам манталь у пьеровских он более сплющенный а здесь буквы более вытянутые вы видите плюс м т л вот эти буквы видите они занимают у ближневосточных манталей практически всю площадь квадрата здесь же они вон ютятся там где-то полиграфия что то что то что там она прекрасная не к чему придраться совершенно картон отличный все хорошо что касается наклейка не наклейка на обоих парфюмах это наклейки то есть их можно содрать ну это типа тоже признак оригинальности но последнее время фейкоделы они и наклейки тоже ну то есть они подделывают так что с наклейками смотрите с задней стороны вообще все по-разному это вот вы узнаете пьеровский стандартный если манталями увлекаетесь сколько вы их таких видели а вот здесь вы посмотрите как все насколько по другому на ближневосточном и тут даже по моему если вы запаузитесь то тут внизу написано distributed by montal international design вот вот здесь вот это написано запаузитесь и прочитаете то есть понимаете фирма называется по другому хоть логотипы похож montal paris но юрлицо оно иное вот вам и ответ а обычный montal это просто montal silidi вот или как там ну короче и адреса разные у них и так далее вот то есть я по логотипу уже издалека могу определить ближневосточный это или французский если можно так выразиться все же мы с вами ребята взрослые все же мы понимаем что пьер манталь это конечно же псевдоним и а а че я так испугался даже если бы и уронил то не разбил вот в чем плюс мантали так вот пьер манталь это естественно псевдоним и мужчина который скрывается за этим псевдонимом он оттуда точно так же он с востока вот и все как и его партнер и смотрите теперь флаконы что касается флаконов наклеечки тоже на флаконах и на том и на том посмотрите на горлышко то есть по высоте примерно они одинаковые но посмотрите горлышко это у восточного манталя манталя с таким вот кружком внутри манталя манталя ну то есть они считают что это все якобы бывший партнер что это какая-то выдуманная легенда и что это фейкоделы производят аромат под видом вот этой легенды но ребят тут есть несколько моментов во первых как я уже говорил на одном из стримов какой смысл человеку какому-то который занимается фейком да вот вы допустим фейкодел ну вы будете подделывать блюдо шанель назамата блэк афганов будете подделывать известные какие-то вещи которые на рынке существуют верно же какой смысл придумывать похожую фирму выдумывать новые ароматы да которых не производит как бы фирма которую вы пытаетесь подделать понимаете про что я да фейкоделы они же на чем держатся на раскрученности брендов которые они подделывают собственно говоря вот в чем дело то то есть марки раскручены поэтому они хорошо уйдут а так все бы создавали свои бренды в том то и дело что фейкоделы они паразиты а тут аромат которого официальный манталь не производит какой смысл таких ароматов много это это смотрите уд самарканд это уд пайн это уд мелоки это еще какие-то я уже забыл ну и короче вот прям линейка такая кстати может быть этот бренд вот интернешнл изогнулся может он уже сейчас и не существует но не важно там есть кстати адрес сайта да вот нужно попробовать сходить я уж тут все исследовал ну блин еще на сайте я не был а так вот что еще второй момент который мне тоже интересен когда я начал проводить расследование на эту тему я стал обнаруживать что в данный момент конец года 2020 в интернете в русскоязычном сегменте есть продажи монталь кабул уд но при этом на фотографиях вот в таком вот дизайне вот пьера монталь понимаете то есть как будто бы и пьер монталь тоже его делает или же делал но мы же знаем что точно не делает откуда это старые заль же а он его делал раньше а вы уверены вот я не уверен что он его делал короче картинку вот здесь вы видите и что того интереснее обнаружил я в продаже его на сайте озон вы можете себе представить сейчас он там две штучки осталось на сайте озон монталь кабул уд с сплющенной вот этой пьеровской символикой в 20 миллилитрах это я вообще эксклюзив полнейший вообще впервые вижу такую тару именно для кабул уд кабул уд я даже полтинников в жизни никогда не видел уж сколько я все это расследовал когда да ни одного свидетельства существования полтинника я не видел я не спорю они возможно есть возможно и 20 есть и там какие-нибудь 8 миллилитров но на озоне ребят камон правда там ценник конский 4 с чем-то 1000 со скидкой ну вот если вы сегодня сейчас вы смотрите ролик можете набрать на озоне в поиске и увидите чудо-юдо вот фоточка кому лень опять же это говорит это вообще еще сильнее запутывает ситуацию 13 минут а Паша еще собственно про сам аромат ничего не сказал но я считаю нужно прояснить раз и навсегда чтобы вопросов уже не возникало хотя вопросы все равно будут откуда берутся фотки с символикой именно Пьера Пьера со сплющенной вот этой символикой при этом кабул уд вот это я считаю попахивает фейком потому что я даже когда покупал кабул уд я естественно в первую очередь задался вопросом почему он такой недоступный я тут же вычитал что это вот это вот восточное подразделение что дизайн отличается и когда я покупал я смотрел чтоб дизайн отличался и поэтому для меня все абсолютно было нормально до тех пор пока вот я не стал готовиться к ролику и не нашел а-ля Пьер Монталь может это фейкоделы просто не знают этих деталей может быть так я не знаю ну короче говоря перейдем уже да наверное к самому аромату и нанесем его с удовольствием его наношу ой ну что ж за прелесть ребята ну такое ну оно не может быть фейком это такое колдовское зелье просто невероятное просто невероятное здесь чего только нету и как же это замешано круто и как же минимум спирта и как же дорого пахнет чарующе просто обворожительно я не знаю так и покуда я сравниваю его с Блэк Афгана да с Блэк Афгана то давайте Блэк Афгана на вторую руку нанесем как я уже говорил неоднократно ой мамочки черный смотрите черное пятно какое оно рассеется конечно слушайте вот как я говорил повторюсь да что непонятно еще что лучше Кабул Уд или Блэк Афгана на самом деле потому что ну если честно лоб в лоб я их не сравнивал я вообще не чувствую Блэк Афгана после Кабул Уда вообще не чувствую хотя пшик небольшой был вот пятнышко вы видите я не чувствую на нос мне вот сейчас уплывает и как я и говорил я не чувствую что Блэк Афгана хоть чем-то лучше дико похожий ребят ой похожи просто вы себе не представляете как то есть это знаете вот из той серии чем больше похожи ароматы но ты при этом чувствуешь что они разные я вот чувствую что они разные ну в смысле как я чувствую что это один что это второй что они отличаются но они настолько близко что я не могу даже сказать чем именно они отличаются я не могу сказать что этот более там какой-то свежий или этот более какой-то древесный ну по крайней мере сейчас вот настолько все хитро как я и на себе чувствовал вот вылит и Блэк Афгана Блэк Афгана даже по сравнению с Кабул Удом, вы будете смеяться, я больше в нем, вот сейчас, коль уж надо про ответить, я больше в нем чувствую тупых деревяшек, я их чувствую уже давно. Но те самые, вот кто смотрит мой канал давно, знают вот этот аккорд, как же называется, нарлимбанол что ли, вот это химический материал, который имитирует химические, химическое соединение, да, которое имитирует вот сухую древесину, может быть вот он тому виной, нарлимбанол, терлимбомбом, а гном идет купаться, блин, поназывает, может что, но тупую деревяшку я в Афганце, к сожалению, чувствую. Да, она искусно запрятана, да, если не принюхиваться, можно ненапряжно, я могу носить Афганец и наслаждаться, это правда. Кстати, посмотрите, сколько у меня этого Афганца истрачено за 6 лет, нет, за 5, практически нисколько, поэтому не так уж я его и ненапряжно таскаю. Ну, короче говоря, ну, я же его перемежал, конечно же, с Кабулом. Пока что я вижу, что от Афганца больше масляное пятно, да, вот оно, видите, сверкает, блестит, а здесь такое оно более нежное, хотя оно тоже есть, но этот пахнет ярче. Я не понимаю, почему в Афганце многие слышат зелень, почему в пирамиде фрагрантика, откуда фрагрантика вообще взяла вот такую вот нотную пирамиду для афганца, когда всем известно, что Александр Гуалтьери не сообщает ингредиентов, не сообщает пирамидки даже. Это кредо его личное, и это, ну, такой закон у Маркина Замата, скажем. Откуда-то берутся развесистые, понимаете, такие пирамиды. И вот зеленые ноты в том числе, так вот, если уж принюхиваться, пытаться вычленить зеленые ноты в Афганце, то здесь их больше даже в Кабул-Уд. Он более ароматичный, более какой-то такой. Здесь вот этот больше, знаете, как масло, масло Аннушка пролила. Масло вот, вот более маслянистый такой, понимаете. Что в данном случае, в сравнении, абсолютно не красит Афганца. Поймите правильно, Афганец прекрасный аромат. У меня есть обзор на него, на канале, можете, кто не видел, посмотреть. Но я сравниваю. Как я обмолвился, что еще непонятно, что лучше, так и есть. И коль уж я сижу, сравниваю, то в ближайшее время, до окончания ролика, я уже знаю, что выиграет. Выиграет Кабул-Уд. А вот что хотите со мной делайте. Он более игривый, более ароматический, более такой объемный, что ли, 3D-шный. В нем есть вот эта глубина. Афганец более плоский. И у меня Афганец, напомню. Вообще, вот на контрасте, в сравнении, Афганец. Как говорят эти американцы. Лайвли. Лайвли. От слова лайв. Лив. Жить. Плейс, брайт, энд ла, лайвли. Вот так вот. Играет ярко и живо. Прелестность совершенно. А это вообще чернилами какими-то, именно на контрасте отдает. Что касается пирамидок, везде они такие разные. Опять же, если вы зайдете сейчас, вот сегодня, в ближайшие дни на Озон, там такое, там и про бренды, и про все на свете, все в кучу смешали. Пирамидка повторяется пять раз для этого несчастного Кабул Уда, с какими-то вариациями, с какими-то изменениями, с ошибками, все написано. Мрак какой-то. А поставщик тем более, там, очень странное какое-то название, которое мне не ассоциируется для меня с парфюмом. Неважно. Ну так вот, обобщенные такие плюс-минус ноты. А, пока не забыл про фрагрантику, это жесть. Фрагрантика типа, она... Изначально Кабул Уд был в энциклопедии фрагрантики, все. Когда я купил себе Кабул Уд, я уже не нашел его на фрагрантике. И все-таки, а куда удалили? Удалили, выяснилось, что всю вот эту пачку вот этих восточного производителя Монталь вместе с Кабул Удом удалили, снесли с фрагрантики. Как? Ну, кто-то, видимо, написал им, что это подделки, таких не существует. Удалили. Окей, я, значит, сижу с твоим Кабул Удом, через пару лет появляется снова Кабул Уд и вся вот эта пачка. Ага, и вот тут недавно, вот, сейчас я к ролику готовился, захожу на фрагрантику, опять нету. Понимаете, да? Фрагрантику, что-то они не могут определить, видимо, для себя, подделка, не подделка. Так же, как и многие из вас. Вот, но я вам говорю, что это пахнет круче черного афганца, ребят. Заверяю. Вот на контрасте. Вот только тот из вас, кто на двух руках, на коже, одновременно затестит, вот те поймут, о чем я говорю. Так вот, к пирамидке, да? А пирамидка, она один в один практически повторяет афганца. Я не исключаю, что у Монталь целью было, ну как бы, сделать клон, да? Но, ребята, про Блэк Афгана, я не помню, говорил ли я в своем обзоре на Блэк Афгана об этом. Но на самом деле, вот этот вот букет Блэк Афгановский, который стал таким популярным во всем мире, который стал бестселлером дома Назамата, который принес просто совершенно невероятные прибыли. На самом деле, это давным-давно обыгранное, избитое сочетание нот на востоке, именно у восточных мужчин. Это, ну это как знаете, вот Аквадиджо, допустим, акватик такой какой-то, плюс-минус. Вот. И, к примеру, если бы мы про него не знали совсем, и вышел бы какой-нибудь, ну, что там за клоны у Аквадиджо? Какой-нибудь Перри Элис 360, да? Или кто там у него клон? Неважно. Вот мы не слыша оригинала, мы подумали, вау, гениальное, гениальное. Но, а потом бы мы узнали, что вот, оказывается, прародитель. Поэтому именно на востоке, там вот это сочетание нот, как у Кабул, Уда получается, да, он и посвящен городу Кабул, не просто так. И у Блэк Афгана оно не такое уж и уникальное. Мне кажется, контраст, конечно, контрастность мешает... Ой, ну тут, конечно, более ароматически, что говорить, Кабул. Так вот, ноты. Это аромат для мужчин и женщин, да, Кабул, принадлежит группе ароматов восточной древесной, выпущен в 2011. Для справочки, Блэк Афгана выпущен в 2009, на два года раньше. И он, по-моему, второй аромат вообще марки Назамата. Первый был China White. Верхние ноты. Мирро, белый кедр и тимьян. Ноты сердца, лапданум, пачули, кофе и душистый клевер. Ноты базы. Душистый клевер, я читал в других источниках, это имеется в виду донник, такое растение, которое обладает таким вот травно-сладковато-медовым, таким вот томным достаточно ароматом. Но иногда его называют клевером, короче, вот. Ноты базы дерева Агара и дерева Гуаяк. Примерно то же самое предполагает фрагрантика в нотах у Блэк Афгана. Поэтому плюс-минус, но об одном они, ребят, об одном совершенно. Но если бы Кабул Ут был более доступен, то я бы вообще бы, даже не сомневаясь ни секунды, порекомендовал бы купить вам его. Потому что, грубо говоря, стоит он там 100-миллилитровая вот эта вот баклажка, она стоит дешевле, чем 30 миллилитров Блэк Афгана. По стойкости и по шлейфу я лично афганца никогда не считал каким-то супер монстром, честно вам скажу. Но, возможно, афганец именно по стойкости он промарафонит подольше, чем Кабул Ут. Хотя шлейф я бы назвал более такой пышный у Кабул Ута. Но при всем при том не могу назвать каким-то зверюгой ни афганца, ни Кабул Ут в плане, что всех задушишь, там, в люди нанесешь, ужас, там, потными шаками. Кстати, здесь потных и шаков, если в афганце их кто-то там может как-то там фантазировать, ну и я мог примерно, как это сказать, запараллелиться, да, с людьми, кто это чувствует. И понять, от чего именно им кажется так. То, что касается Кабул Ут, ну вот вообще по минимуму совершенно. То есть еще меньше, чем в афганце, если даже там, вот, вы чувствительны к этой ноте. Ну, ребятки, я надеюсь, что ситуацию я плюс-минус обрисовал. Я надеюсь, не сильно занудным оказался ролик, но я хотел всю информацию донести, потому что в данном случае важны, согласитесь, не только нотки, а, в принципе, вся ситуация, которая происходит. За сим я прощаюсь с вами. До новых скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok